Особое мнение на 101FM Особое мнение на 101FM Во-первых, Андрей Николаевич, с закрытием непродовольственной розницы Постановление правительства регионального было принято в пятницу вечером И в субботу с утра я, как потребитель, поехав в несколько магазинов, столкнулась с тем, что часть из них работает, часть из них не работает Правильно ли я понимаю, что уведомлений широкого и адресного не было о том, кто может работать и кто нет? На федеральном уровне есть перечень товаров, которые необходимо продавать в современное время Уже измененные, между прочим, подсокращенные Подсокращенные, если у вас в магазине этого товара нет, видимо, вам пока, к сожалению, нельзя работать Ну вот я могу зачитать тот перечень, который есть на настоящий момент Там, честно говоря, не так много различных товаров Там в основном какие-то вещи, которые, ну, такого гигиенического, что ли, порядка, да? Это антисептики, санитарно-гигиенические маски, салфетки влажные, сухие, малохозяйственные Прочие разные моющие вещи, зубные пасты и прочее Стиральный порошок, спички, свечи и ряд детских товаров, собственно говоря Плюс бензин и дизельное топливо Ну, то есть то, без чего машины не могут передвигаться Я в субботу, честно вам скажу, я поехала в несколько хозяйственных магазинов Часть из них работала с оговоркой, что вот-вот мы закроемся Значит, Леруа Мерлен, насколько я понимаю, с утра работал Потом ввел режим работы через интернет-магазин И было достаточно много людей, разъезжающихся с парковки Есть ли какой-то, я не знаю, там, список жалобщиков, что ли? То есть были компании, которые обращались к вам? Они у нас, компании только обращаются Узнать можно, работать и нельзя как раз Для этого есть у нас телефон 410-410 У нас фонд поддержки, мало понимаете, на базе которого создан мой бизнес Консультирует по этому вопросу Он работает в ежедневном режиме, круглосуточно? Нет, ежесуточно, ну, не знаю, ежесуточно и круглосуточно или нет Я тут за сам лично звонил, прозвониться туда можно получить И если меня кто-то спрашивает, естественно, если это в Вайбере или в Ватсапе Я отправляю вот перечень товаров, которые... Он рекомендованный перечень, то есть регионы могут его как-то поменять или добавить Корректировать немножко, да? Ну да, много могут корректировать, потому что... Как много обращений? Ну вот к вам, вы говорите, в Вайбере, в Ватсапе там обращаются Как много было за выходные? У нас порядка 30 обращений Порядка 30? То есть можем подготовиться немножко? Можем подготовиться, но, с другой стороны, я не думаю, что у нас с вами в загашнике Нет у кого-то куска мыла, у кого-то зубной пасты Мы воспитаны, я воспитан, по крайней мере, еще в советской системе И я знаю, что у меня есть пачка порошка Запасы есть? Запасы есть, да Я не думаю, что вы туда пошли с целью что-то купить Наверное, подготовиться к передаче и что-то сегодня со мной обсуждать Я бы лично не нагонял ситуацию Она нормальная, нет ситуации, которая не может стать хуже Оптимистична Да, она, к сожалению, критическая для многих бизнесов И, наверное, вот если об этом сегодня говорить Именно бизнесу что делать? Бизнесу, конечно, многим бизнесу придется закрыться или переформатироваться И, в общем-то, как показала текущая ситуация Наверное, многим нам придется вообще поменять профиль работы Если мы сейчас будем предпринимателями Это идти в какие-то медицинские темы, в биоинженерию или еще куда-то Что помогает человеку быть готовым к таким ситуациям? Слава богу, у нас есть в городе медицинская академия Есть кафедра микро-технологии в Вятском опорном вузе нашем Поэтому бизнесу сегодня надо думать, чем заниматься завтра То, что сегодня надо сохранять коллектив и выживать, это понятно Но я могу достаточно жестко предположить, что половине нам придется поменять свой профиль То есть 50% предприятий малого бизнеса на территории региона Если хотят работать дальше, вынуждены будут перепрофилироваться Вы об этом говорите? Да, просто жизнь изменится, она будет другая Конечно, этот шок в любом случае пройдет Но она будет другая И надо будет думать, что деньги зарабатываются не там, где мы их обычно зарабатывали Не на тех рынках Все равно человек переформатируется и будет думать о будущем в своем здоровье Если он вообще думает, если не живет только сегодняшний день Подождите, но у нас огромное количество предприятий малого И микробизнеса, это какие-то маленькие магазины по торговле, ну не знаю, реально потребительскими товарами То есть это косметика, это одежда, это обувь, это еще что-то Огромное количество торговых центров вот этими маленькими магазинчиками заполнено С ними-то что будет? Ну, вы сами считаете, если вы часть своих денег сейчас в будущем или сегодняшнего дня Будете тратить на медицину, на санитарные обработки, еще на что-то У вас просто не будет бюджета на лишнее, значит, косметику, на лишнее какую-то одежду Которая, условно, которая более какая-то, так сказать Более модная, давайте Да, более модная, да Поэтому человеческие ресурсы финансовые, каждая конкретная семья, бюджет семьи, он не безграничен Я правильно понимаю, вы прогнозируете падение спроса? Я считаю, что спрос будет просто На другие вещи На другие вещи На здоровье, на антисанитарные вещи, на гигиену То есть он будет другой Человек должен осознать, что он даже с элементарным микробом не всегда может справиться на планете Земля То есть вот эта ситуация с коронавирусом, она же все равно закончится рано или поздно То есть мы видим новости о том, что уже вроде бы придумали какую-то комбинацию лекарств не только в нашей стране, но и с других стран эти новости поступают Мы видим сообщение о том, что возможно будет разработана вакцина, что она уже сейчас разрабатывается И вне зависимости от этого спрос изменится Потому что часть людей Ну вот, к сожалению, Великую Отечественную войну еще мы все помним К сожалению, что она была И последствия ее Еще много десятилетий, а может веков будут отражаться на нашей жизни И в общем-то сегодня, по крайней мере, в европейских странах похоже на что-то Они все говорят, что за последние 75 лет у нас ничего подобного катастрофы не было Поэтому это отразится в любом случае на будущих, на поколениях, на мыслях людей О том, как надо жить и что нужно поменять в своей жизни, чтобы быть готовым к такому проявлению Тем более, как нас сейчас все предупреждают, что эти вещи начались достаточно цикличные Которые будут, причем циклы, наверное, будут ускоряться, как обычно и все То есть все циклы обычно укорачиваются Эти вещи, мы говорим сейчас про какие-то эпидемии Там атипичная пневмония у нас была, я помню, там свиной гриб, птичий гриб Вот это вот все Да, конечно Андрей Николаевич, хорошо, давайте все-таки к кировскому бизнесу вернемся Вы говорите, 50% вынуждены будут перепрофилироваться, а многие бизнесы закрыться Есть ли понимание, насколько многие? То есть в процентном отношении мы можем сейчас примерно порогнозировать? У меня, к сожалению, нет статистики, какие отрасли у нас Понятно, что пищевка, все, что связано... Общепит Про это мы говорим или про производство продукта? Все, что связано с производством продуктов, их реализацией И сейчас эти сети, естественно, не закрыты, они работают и будут работать Им стоит, наверное, только, допустим, расширять ассортимент со здоровым питанием Кто-то зерна пророщенное продает, кто-то еще что-то, реки цены и вот эти все... На это будет спрос? На это должен быть спрос, иначе человек не будет восстанавливать свою систему Которую иммунную систему, хотел сказать На второй будет спрос, все-таки на вот... Жизнь показала, что вот урбанизация, которой мы вроде все ведем Она все-таки перерастет, что вот присылает фотографии мне Двоюродная сестра живет в Лексимбурге Они живут за городом, спрятались от всех То есть Россия должна перейти все-таки в плоскую Россию И многоэтажность вся эта должна закончиться Вот эти все муравейники Муравейники, да, тоже у нас одно слово в основе на устах Благодаря им, в общем-то, и сейчас более быстро распространяется инфекция То есть скученность такая, да? Скученность, да Поэтому часть строительных технологий, которые занимаются, так сказать, индивидуальным строительством Они тоже должны, в общем-то, как-то воспрять А кто не воспрянет-то? Что не воспрянет? Да? Какие отрасли? Отрасли, на которые денег не будет хватать То есть это... Индустрия развлечений? Индустрия развлечений, я бы не сказал, что она совсем не воспрянет Любит человек с хлеба и зрелища Я думаю, что какая-то роскошь какая-то, которая, она точно... Туризм? Туризм это роскошь? Туризм в какой-то степени, к сожалению, роскошь И что будет с туризмом, с туристическими фирмами, которые работают в Кировской области? Которые сейчас не работают почти Думаю, что процентов 30 от них останется, а может и меньше То есть более 70% может закрыться? Да То есть они... Нет, спрос все равно будет Вопрос сейчас... Вот, я думаю, у тех, кто за границей до сих пор находится И кто еще не вернулся в Россию Осадочек останется, как он оттуда сейчас выбирается За какие деньги? Даже дело не в деньгах, а в том, что... Ну, вот, допустим, украинские власти, если я не знаю, могу ли... Прям Аваков сказал, ну, сидите вы там и сидите в иностранных виллах Там, что вас в Украину возвращать? Конечно, у нас до этого государства, естественно, всех наших не бросят Но, тем не менее, такие испытания пройти Человек лишний раз одумается, значит, а надо ли мне куда-то вот туда нестись И в любой форс-мажор, как бы, ну, вот, быть опять беззащитным То есть все равно осадочек такой останется, как бы мы не... Сейчас это все не искоренели Как бы все это не прошло и не спасли всех, кто пожелал Но нам говорят цифры какие-то Но говорят о тем, кто официально уехал, как турист Сколько еще не официально и сколько людей имеют Какую-то недвижимость за рубежом Которые имеют каких-то родственников, они живут там Каких-то знакомых У меня есть друзья, у которых дочь уехала в Австралию жить с мужем И там дети родились Вот они должны сейчас бежать обратно в Россию или не должны? Ну, это их будет решение Навсегда, не навсегда Если все-таки к тур-отрасли возвращаться именно вот отрасли, да, бизнеса Вы говорите, 70% могут закрыться Можем ли мы предположить оставшиеся 30% на что будут ориентироваться в первую очередь? То есть это будет все-таки зарубежный туризм или внутренний туризм? Я думаю, что они переориентируются на внутренний туризм А готова ли наша индустрия туристическая, российская к тому, чтобы принять такие потоки туристов? Знаете, готова Я много раз бывал на югах и в Крыму был Хотя в Крыму говорят, что Советский Союз Ну, слушайте, ну Советский Союз в чем? В том, что тебе утром подают кашу, как в пансионате или в санатории в советское время Это что, плохо? Не понимаешь? Это полезно Какой-нибудь креветочный салатик, еще что-то Давайте вернемся и будем любить то, что у нас есть А не мечтами, которые... Пшенка, гречка, манная каша с пенкой Это не самые худшие продукты Лошадь ест геркулес и очень рада И она живет Хотя капля никотина ее убивает То есть будет переориентация на внутренний турист А по ценам мы можем предположить или сейчас это вообще нереально сделать? То есть мы можем сказать, условно, поездка на российский юга будет обходиться примерно столько же... Это все будет зависеть от вашего кошелька Потому что вот я в прошлое лето находился на юге достаточно большое время На российском юге? На российском юге И цены были аж от 150 рублей с человека за ночлег Понятно, что эти 150 рублей будет входить в коечко в ободранном каком-нибудь местечке Но это твой кошелек Я в чужой кошелек не полезу И я думаю, что каждый найдет себе место под солнцем И на каждого, так сказать, покупателя есть предложение Можем ли мы, Андрей Николаевич, прогнозировать ситуацию в сфере общепита Кировского? И в пятницу, и в выходные были обращения, их приводили, в пример, в том числе в телеграм-каналах Обращения руководителей, управляющих кировскими какими-то сетями, да, сетями общепита, известными достаточно Люди просто в ужасе Общепить надо поддержать, поддержать надо Причем финансово поддержать, чтобы они сохранили коллектив И вот эту отрасль надо поддержать Потому что она в любом случае после коронавируса будет востребована Переориентации там большой практически не будет Просто сейчас запретили нам вместе собираться Выжнужденная мера Насколько серьезное время покажет Но это надо переждать Общепит надо сохранить Потому что мы многие годы ратуем за то, что человек труда, которому некогда вечера готовить Может сейчас прийти куда-то поужинать Единственное, что ценник, мы всегда говорим, что для России он пока неадекватный Но тем не менее общепит должен развиваться И тот общепит, который сегодня может заниматься доставкой И у него структура такая, подразделение развито Он может продолжать работать Он продолжает работать, просто мне кажется, что объемы очень значительно упали в сравнении с тем, что было раньше Ну если это поможет хоть на 30-40% поддержать свои коллективы То этим надо заниматься И собственникам бизнеса, управляющим этого бизнеса Понятно, что надо как-то перестроиться оперативно И пытаться сохранить лучшие кадры, по крайней мере Еще такой вопрос, скажите, пожалуйста, есть ли понимание, может быть, цифры какие-то По тому, какой процент кировских предприятий, организаций, бизнесов, фирм Вывел своих сотрудников все-таки в некие, я не знаю, карантинные каникулы с оплатой А какой процент вынужден был людям, я не знаю, предоставить отпуска без содержания, еще что-то? Ну, надо разграничить здесь, о каких отраслях мы говорим Ну давайте вот часть возьмем А если там круглосуточное производство, оптимизировать можно не больше, наверное, чем на 30% Вот у меня в чате переписка сейчас о том, что я сократил людей и понял, что я мог, должно от них избавиться Подождите, сократил, то есть речь идет именно о сокращении, то есть люди лишились рабочих мест В общем-то, да. Надо правду говорить, что уже люди решаются рабочих мест, к сожалению Они лишаются их с гарантиями? Ну, то есть ведь при сокращении подразумеваются некие меры поддержки Это все зависит от способности предпринимателя и от его веры в том, что эти люди ему еще будут нужны Вот я-то хотел сказать, что наоборот проблема эта высветила часть ненужности людей, которые были избыточные Предприниматели пишут, ну вот, я там столько-то людей убрал и понял, что они, в общем-то, были мне не нужны Я мог справляться и без них Это, конечно, ненаглядный пример, но тем не менее То есть вот и положительный эффект от оптимизации, от повышения, так сказать Трудоотдачи Да, трудоотдачи будет от коронавируса В общем, у меня было много звонков в выходные Есть предприятия, которые работать хотят и советовали со мной, что делать Я говорю, слушайте, если у вас есть люди, которые, допустим, ну, которые без семьи Несная женщина, мужчина, так вы их оставьте вообще на предприятии Потому что какой смысл им приезжать домой, если у вас есть душ, ездить, перекусить Вот пусть ведут себе матрасы домой, из дома на работу И пусть где-то, значит, определите только девочек с мальчиками То есть есть такие предприятия в Кирове, где сейчас люди, так же, как вот врачи наши нам показывают Да, медики из больницы не выходят Та же самая история, что ли? Ночуют на работе? Ну, вот представляете, вот предприятие коллектив 150 человек Вот они вечером все разъехались в 150 точек города Кирова И там заяву в магазин, и Бог знает, с кем пообщались И вот эти 150 человек, дай Бог им всем здоровья Утром пришли в одно место и надышали друг на друга Вот, понимаете, да, теория вероятности возрастает не в 150 раз Еще минимум у нас есть 2,5 человека вокруг каждого, да, с кем мы общаемся ежедневно Но это может быть разумная мера, но есть ли сейчас действительно такие организации? А еще ли он поехал в транспорте? И там еще, да Поэтому если у кого-то есть возможность Да, это нарушение каких-то трудовых норм Уважаемая трудовая инспекция Александра Бердинских, вы меня слышите Никого не наказывайте, но это вынужденная мера Я бы, в общем-то, создал какие-то трудовые сейчас лагеря, которые могут работать Да, подожди, это ваше предложение или они уже создаются все-таки, я хочу понять Это мои... Идеи Мои идеи, которые я людям транслирую Когда я меня спрашиваю, что мне делать с коллективом Я говорю, находите людей, которые готовы домой не ездить Иначе это будет вот... Ну понятно, то есть если коллектив должен работать, то вот эта мера по сохранению людей в одном месте, да, чтобы они не подвергали себя лишнему риску, кажется вам разумной Даже взять вот сегодня, допустим, вот лесозаготовка Сейчас лес заготовили, если его не переработать, он посинеет Что с ним делать? Угробить его сейчас? Нет, конечно Поэтому его надо перерабатывать Лесной отрасли, как бы, ее надо... Вот в одном из регионов губернатор, не помню, то есть Вярославская или еще что-то было Сначала лесная отрасль была включена в приоритетную, но потом что-то там не состоялось Но, тем не менее, я считаю, что в лесной отрасли тоже скоропочущие продукты То есть, ну, давайте угробим все до конца То есть, это просто будут такие убытки, которые потом нам ничем не поднять будут Представляете, если все деньги или, не знаю, кредиты Вот сейчас межсезонный запас лесная отрасль оплатила, накопила в лесу, значит, вывезли, не вывезли С нашей погодой текущей зимней очень плохой для лесозаготовки Поэтому я знаю, что сегодня Андрей Леонидович у нас... Усенко Да, Усенко будет встречаться с губернатором И мое пожелание все-таки отдельно определиться вот с такими отраслями, которые имеют сезонность Которые имеют вот такие, так сказать, проблемы и как-то порешать это на оригинальном уровне А я правильно понимаю, что не запрещено ведь тем предприятиям работать, которые могут работать И даже в условиях жесткого карантина не запрещено будет? У нас сегодня выходные, у нас сегодня нет карантина в Кировской области, по крайней мере У нас рекомендация посидеть дома Это оплата, если ты идешь на работу, оплата в каком-то другом режиме, которая у вас прописывалась в связи с трудовым... Обычно это в двойном размере оплачивается Есть 4х4х4 или 2х2, у которых совершенно другая ситуация, они как работали по скользящему графику, так и работают Так и продолжают Вы считаете, что, допустим, вязкий фанерный кабинет сегодня можно остановить? Нет, я не считаю как раз Ну, или кто-то считает, я считаю, что нет, такие производства поточные Единственное, что, ну, вот, перевели остановил, потому что, видимо, там, может, как-то с Италией связано, но все, что это... Ну, такие... Может быть, есть произведенная продукция, на которую сейчас упал спрос, и ее надо сначала реализовать, прежде чем производить новую Ну, если есть куда складывать, надо работать Понятно Потому что, если не переработаем, то сырье выкинем Вот, то есть, вот, будут убытки по сырью, по входной группе, как бы сказать С другой стороны, там, июнь, июль, август, закончится кризис, все мы стоим, не работаем Вот что такое запустить экономику и индустриализацию России с нуля? Кто-нибудь знает? Сталин, наверное, знал Мы не знаем, как это сделать, как вот сейчас все остановить, а потом всю машину индустриальную раскрутить Быстро Быстро не получится Ну, в общем-то, мы возвращаемся в первобытный общинный строй Если мы это не сделаем, если мы не сохраним Вообще, как бы, те моратории, которые сегодня на всех уровнях, говорят, надо наложить на то-то, на то-то мораторий Первый мораторий, который бы я предложил, значит, это приколотить все, там, уголовные преследования Предпринимателей, или какие-то налоговые преследования предпринимателей Прекратить все дела производства, все какие-то заведенные Уголовные, а может быть, какие-то другие дела, которые сейчас в разработке И просто дать всем поработать, кто еще работает Это мы сейчас к мерам переходим, как я понимаю, которые можно будет транслировать, да, на разные виды бизнеса Андрей Вавилов у нас в гостях, руководитель Кировского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства опоры России Сделаем сейчас перерыв на полторы минуты и вернемся более подробно Особое мнение на 101FM Сегодня это особое мнение Андрея Вавилова Мы работаем в прямом эфире Андрей Вавилов, руководитель Кировского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства опоры России Мы продолжаем В минувшую пятницу, как я понимаю, представители наших кировских общественных деловых объединений Вы собирались все вместе и пытались выработать некий, там, не знаю, комплекс мер поддержки как раз для бизнеса Вот часть из них вы сейчас, я так понимаю, что это ваше предложение, да, про уголовные преследования предпринимателей Нет, это туда не вошло Этого нет Что там есть? Что есть? Я искала, честно, на сайте Вятской торгово-промышленной палаты Но там вот это все подчеркнуто, но пока не открывается этот документ Так как часть предложений связана, естественно, с налогообложением Андрей Леонидович сегодня будет вещать это губернатору Губернатор уже, видимо, с ЗАГС-собранием будут решать, насколько меры Они возможны, в любом случае, это все требует внесения изменений Бюджетное, так сказать, формирование бюджета Поэтому я думаю, что обсуждать В основном это снижение налогов, либо их минимизация Налога на имущество, налог с оборота, налог с доходами, ну, с расходами Какая часть этих налогов, вот этих, которые предлагается, ну, как-то, не знаю, там, сократить, снизить Или, может быть, заморозить, идет в региональный бюджет, а какая уходит туда, наверх, в Москву? Вот мы можем на оригинальном уровне только разговаривать Только о своих? Конечно, о своих Потому что все федеральные предложения, они мной мониторятся у нас на опоре России На федеральной несколько создана группа общения Поэтому все, что на федеральном уровне, мы с вами не можем повлиять на региональные предложения На уровне региона На уровне региона все, что связано с местными налогами Но мы же понимаем, что если в прошлом году мы смогли наш долговое бремя сократить на 4 миллиарда Это мы о госдолгии говорим Да, о госдолгии, то возможно, если в этом году такая задача стоит Может быть, вот этими плановыми деньгами можно воспользоваться, которые направить на поддержку бизнеса Крупного, среднего, мелкого, малого Если власти сочтут это нужно Когда будет известно, сочтут они или нет? То есть, вы говорите, сегодня пойдет Андрей Юсенко губернатор Мне посовчера уже выложили во многих регионах, ну, в части регионов уже есть обращение губераторов публичное Они у меня есть Мне переслали, что вещают губернаторы других регионов Я думаю, что сегодня Андрей Леонидович Вот он как раз сейчас дня сегодня встречается с губернатором То есть прямо сейчас в эти минуты можно сказать Да, прямо сейчас они решат, что услышат ли наши предложения, которые мы в пятницу отработали всем бизнес-сообществом И, в общем-то, все зависит от переговорщика Хорошего переговорщика и от позиции губернатора и председателей правительства нашей области Так, послабления какие-то по налогам А что еще, кроме налогов? Есть еще что-то, чем реально может помочь регион предпринимателям? Реально? Ну, во-первых, нужно хорошее информирование Потому что то, что вот сейчас даже Ну, не в укор вашим коллегам Ну, бизнес-новости разместили, значит, телефон Написано, значит, если зайти на сайт бизнес-новости Там телефон помощи предпринимателей Заходим на этот телефон, значит, на эту ссылку Там написано Какой бизнес запрещен? Спасибо большое То есть давайте хотя бы как-то Ну, все мы вместе, давайте не через запреты А действительно через помощь двигаться Так, хорошо Принимается, что еще? Что еще? Ну, понятно, что с сетевыми организациями надо разговаривать Сейчас случится такая ситуация Когда они все смогут за энергетику платить За тепло платить Вот Появятся долги какие-то Но на это, скорее всего, на федеральном уровне тоже есть задача Она уже поставлена И президент опоры России Калинин ее озвучивал На совещанию премьер-министра Какие будут доказания, поймем Скорее всего, что сетевым компаниям Должны с федерального центра дать просто деньги Если, ну, что значит взять акционерное общество Заставишь, разрешишь А давайте малый бизнес вам не будет платить Они скажут А нам-то, мы-то где, на что? Нам кто-то бесплатно что-то даст Если это будет мера поддержки Она должна быть все равно с федерального уровня И через какие-то текущие компенсации Или выпадающие доходы То есть без денег Без денег коронавирус не пройти То есть без денег федерального бюджета Если федеральные власти выделят какие-то деньги На региональные бюджеты дополнительные Но это будет очень большая помощь По крайней мере, губернаторы будут понимать За все, чего они могут это покрыть А я правильно понимаю, что пока нет никакой ясности Будет какая-то помощь от федерального центра или нет? Пока нет Пока есть только директивы И пока есть текущая ситуация Спасти людей И это тоже немаловажно Спасти людей в смысле сотрудников работающих? Спасти людей, не передавать коронавирусу А, болеющих людей спасти Да, спасти не болеющих И живых, и работающих, и не работающих Подверженных риску, хорошо Да, всех спасти И снизить вот этот наклонный график Который превратился Чтобы не было резкого пика В логарифму, так сказать Если ее посмотреть Резкого пика Ну, кстати, в России пока до 25% подъем идет Но это пока маленький Андрей Николаевич, еще хотела вас спросить Вы заговорили уже про помощь бизнесу В части оплаты ресурсов потребленных Есть петиция, она ходит пока ВКонтакте Это петиция какая-то совершенно неофициальная То есть я не знаю, есть ли она на каких-то площадках Типа Ченчорк Или там на российской инициативе О том, чтобы заморозить платежи ЖКХ для всех В том числе для обычных людей Которые сейчас сидят дома Кто-то работает на удаленке Они потребляют, понятно, больше ресурсов И электричество, и вода, и прочее, прочее Вы как к этой идее относитесь? И что скажут на это ресурсники? Заморозить рост? Вообще заморозить плату за ЖКХ, пока люди сидят дома? Не платить? Не платить? Ну, так это опять из отрасли Кто ресурсникам даст деньги? Только федерации Только федеральный бюджет может заложить в бюджете Срочно собрать Думу и выделить деньги На компенсацию, на компетит Я думаю, что всем не дадут Всех одним идеалом не укрыть Но кому-то малоимущим Не знаю, как это делать Я бы, вот смотрите, как бы Я, допустим, вот я сегодня генерирую тепло Мне говорят, что все, твои платежи заморожены Я говорю, скажите мне, за три года Но никто не мог сказать Я тогда за три года свернул бы бизнес Ушел в какой-то другой бизнес Это такой же бизнес, как, да Он регулируется государством Регулируется там еще какими-то Он очень связан с рынком энергоносителей Со стоимостью газа, либо нефти Либо электричества, естественно, сгенерированного Поэтому это же тоже большая-большая машина Там тоже люди работают, между прочим Да, наверное, другие там зарплаты Тут мы, топ-менеджеров Мы там все знаем И все там завидуем в какой-то степени Кто-то по-человечески, а кто-то в сарказме завидует Ну, если мы все-таки умные Давайте все туда пойдем То есть идея с заморозкой вам не очень нравится Как я понимаю Она нравится, если она понятна Если будет скомпенсирована И куда эта кривая придет Если через три года Все будет в мире повышаться А тариф не будет расти То я, как собственник, допустим, бы Энерго какой-то генерирующей компании Подумал, а нафига, но мне это надо Пусть туда придет государство И регулирует само Само себя регулирует И само себя, значит, содержит Мы вернемся к мупам, гупам Еще каким-то, значит, энергосистемам Либо которые будут отвечать Государство будет по этим социальным вещам То есть где бизнес не работает Там государство обязано присутствовать Если это необходимая услуга Которая прописана либо в Конституции Либо в каких-то элементарных Горячая вода вроде бы это элементарно В деревне нет горячей воды И никто ее там не обязан поставить Поэтому есть какие-то еще нормы другие Поэтому если государство скажет Что бизнес все хватит Тогда само государство должно заняться Этой услугой Есть еще у меня такой вопрос Скажите, пожалуйста, вот история с тем Как всех отправили на каникулы Пока на выходной Не знаю, там возможно на жесткий карантин Как это все будет оформлено, если оно будет введено Пока, по крайней мере Я слышала только декларацию Что людям должны сохранить зарплату И обязанность это сделать Она падает на бизнес Как вам кажется, государство должно подключиться Потому что во многих странах Государство компенсирует Часть вот этой вот выпадающей зарплаты Я не знаю, напрямую или нет Везде, видимо, по-разному Но где-то там 50% платит государство 50% в бизнес Вот этой вот зарплаты во время простоя Вынужденного У нас пока не очень понятно, что будет А как государство у нас увидело Для малого бизнеса снижение Социальное отчисление С 30 до 15% Это важно Ну, как говорит президент Это не на один день И это хорошо Вопрос, насколько эта мера Сейчас нас поддержит Если вообще нет доходности У компании То есть А. Она закрыта Б. Люди сидят по местам Ц И людей-то стало меньше Да, рынок слопнулся А. Д. Там, не дай бог У тебя еще какая-нибудь комплектующая Иностранного производства Которая сегодня И все стоит Подорожала там На какой-то значимый процент Хватит ли этих мер? Мер никогда не хватит Всем хорошо никогда не будет На то и предприниматели Как бы Чем быстрее предпринимательство Перестроится Но идеальная была бы модель Что государство Хотя бы полгода поддержит Полгода Год поддержит Чтобы предприниматель Перестроился Что дальше делать С коллективом Что дальше делать Вообще с бизнесом Со своим Хотя Временной лаг Один год Это не горизонт Планирования Горизонт и планирование Должны быть 3, 7, 10 лет Сейчас сроки окупаемости Любой инвестиции Сегодня считаются Около 70 лет Не 70 7-10 лет Поэтому Хотелось бы Чтобы государство Про нас не забыло Так как мы вроде бы Извините 30% отчисляли Плюс НДФЛ 13% Сегодня На полтора за рубля Чтобы рубль Выдать человеку зарплату 50% 50 копеек Надо было отдать государству Вот хотелось бы Чтобы вот эти 50 копеек Наших инвестиций В государственную машину Как-то нас сегодня поддержали Если нас государство Сегодня поддержит Столько этого предприятия Заплатило налога За последние 5-7 лет Смотри ты какой молодец Мы тебе хотя бы 15-10% Или 20% От заплаченных Пенсионных взносов Пенсионные Медицинские Какие-то деньги Мы отчисляли От налога на прибыль Или налог с оборота Или как-то Государство бы тебя Вспомнило сейчас Сказало Вот ты миллиард заплатил Давайте сотни миллиончиков Вернем из бюджета Для того чтобы Вот на такие Это твои Ты перечень Перенеси мир Мы тебе их компенсируем Если так Государство про нас Вспомнит Сколько мы лет Кто платил туда Я думаю что Вот это было бы хорошо Вы верите в то Что это реально? Ну Я думаю что Так должно быть Так же вот Как у меня допустим Я когда работал Финансовым директором Компании Ко мне приходил Человек по ремарке Помните Были левые ремарки Всякие У меня как у финансового Руководителя Было право Визирование Отпустить Не отпустить Я посмотрел Он у меня купил 200 кассовых аппаратов Ему нужно 2 или 3 Да я на нем Заработал уже Словно там 10-15 процентов Я ему готов был Отпустить и 20 процентов Даже если он мне кинет И по-человечески Это ваше предложение Оно понятно Вопрос Хватит ли денег На всех Денег Хватит на всех То есть в российском бюджете Деньги есть Деньги есть В конце концов Ну если нефть Сейчас не надо Продавать за рубеж Ну продавайте Вы внутри По нормальным ценам Пусть солярка Не 49 рублей стоит А 23 рубля Мы тогда поймем Будем бюджеты свои Домашние экономить Еще что-то У нас есть ресурсы Они бесконечны В России Иначе бы мы Не были бы Конкурентоспособны С нашей Достаточно еще Не совсем Инновационной экономикой Поэтому нас Энергоресурсы Нас спасут И То что Последние годы Мы научили Все-таки Подняли частично Сельское хозяйство Нас тоже спасет Подушка безопасности И продовольственной безопасности Это все В принципе Мы готовы К любой ерунде Которая может Будет твориться Во всем мире Ладно Будем надеяться Что мы пройдем Этот кризис Все-таки С минимальными потерями И очень жаль Конечно Будет тех Кто Не сможет Этого сделать И очень большая надежда На то Что тем Кто захочет Это сделать Все-таки Будут помогать Андрей Вавилов Был в нашей студии Опора России Программа Особое мнение На этом завершается Всем спасибо И до свидания До свидания Особое мнение На 101FM